Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Владимир Александрович Мартынов, доктор медицинских наук, заведующий инфекционным отделением больницы имени Симашко, заведующий кафедрой инфекционных болезней РИАСГМО. Владимир Александрович, здравствуйте! Добрый день! Сегодня тема у нас с вами очень актуальная, она очень интересная. Это инфекционные болезни, такие как ОРВИ и грипп. Сейчас мы успешно, насколько я знаю, прошли осенний период, сейчас вступаем уже в зимний, весенний период. Чего ожидать? Ну, мы, это уже ожидалось, вступаем в период сезонного повышения заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. По некоторым, так сказать, по... Есть вообще, так сказать, терминология ОРВИ, она предусматривает определенную группу инфекционных заболеваний, куда в грипп не входит чаще всего. Но иногда ОРВИ объединяет, так сказать, некоторыми... Ну, в некоторых публикациях можно встретить такое, так сказать, определение, как ОРВИ, куда включается грипп. Но чаще всего грипп рассматривается отдельно, потому что это гораздо более серьезные проблемы. И грипп, как правило, это неоднородное. Пейзаж вообще вот этой инфекции, условно говоря, он представлен несколькими вариантами вируса гриппа. Туда, как известно, входит грипп, так называемый грипп А, тип А, тип Б и тип С. Ну, вот в настоящее время, чем определяется вот этот пейзаж, вот этой вирусной инфекции гриппа? Он определяется несколькими вариантами вируса гриппа. Грипп H3N2, так называемый, грипп H1N1, он совсем недавно был известен, так называемый, свиной вариант, который появился в мире у нас в стране в 2009 году. Ну, вот уже будет 10 лет, как мы столкнулись вот с этой проблемой вплотную. И, кроме того, вирус гриппа B, там есть таких два субварианта, но я их не буду называть, чтобы не усложнять нашу беседу. По меньшей мере, 4 варианта вируса гриппа у нас на нашей территории циркулируют. И, кстати, вот эти варианты, для чего это нужно знать? Вот эти варианты, они учитываются в конструкции противогриппозной вакцины. То есть, тогда, когда мы попадаем, то есть, угадываем, так сказать, с этой конструкцией, тогда вот эта вакцина, она будет эффективна. То есть, чаще всего. Кстати, вот в населении иногда возникает такой вопрос, провели вакцинацию, а эффекта нет, заболел все равно гриппом. Не факт, что это был грипп. То есть, вакцина может от гриппа защитить, допустим, от тех вариантов, которые я назвал, но при этом может возникнуть инфекция, похожая на грипп, которую иногда называют в народе простудой. Ну, например, аденовирусная инфекция, которая включается в структуру ОРВИ, то есть, острая респираторная вирусная инфекция. То есть, вот такая ситуация. А сейчас мы вступаем в сезон, в период повышения, сезонного повышения заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. В первую очередь, конечно, нас грипп интересует как наиболее серьезные проблемы. На сегодняшний день как в регионе обстановка? Ну, она достаточно спокойная, то есть, имеется сезонное повышение заболеваемости. Появились первые случаи гриппа, но они пока единичные, доказанные вот в нашем регионе. Хотя вот в примыкающих, в странах, граничащих с Россией, есть уже, ну, это же не секрет, все сейчас есть, кстати, в интернете. В Грузии, например, на Украине появились случаи гриппа и H3N2, и свиного гриппа, причем довольно тяжелого. И это есть тоже, так сказать, такая информация имеется. То есть, чем отличается свиной грипп, он отличается наиболее тяжелым течением по отношению к другим вариантам, и это надо обязательно учитывать. Скажите, пожалуйста, а вот сам человек, вот, допустим, заболел, температура повысилась, как он может понять вот на первых, вот на первых, на начальных стадиях все-таки грипп это или ОРВИ? Стоит ли действительно срочно бежать в больницу или можно там денечек подождать? Ну, грипп от ОРВИ иногда можно достаточно сложно бывает отличить. Ну, вот скажем, ну, грипп, чем он отличается? Там точки, есть такие так называемые точки приложения вируса гриппа по отделам, соответственно, респираторного тракта. Обычно вирус гриппа, то есть гриппозная инфекция, начинается следующим образом. Повышается остро, обычно, внезапно температура высокая, в типичном случае, скажем, средне-тяжелый, так называемый грипп. То есть температура, сопровождающаяся другими проявлениями интоксикации. То есть слабость, разбитость, головная боль, мышечные боли. А затем или параллельно, или чуть позднее появляются так называемые катаральные проявления, признаки. То есть у больного возникает насморк, чувство соднения задней стенки глотки, сухой кашель, то есть респираторные проявления, которые связаны с точками приложения вируса гриппа. Вот считается такой классической точкой приложения вируса гриппа поражение трахеи, например. Вот когда у больного есть так называемый трахит, вот это является в сочетании с повышением температуры признаком, вероятным признаком гриппа. Тогда как, например, скажем, вот аденовирусная инфекция, чем она отличается? У больного может быть тензилит, то есть ангина в народе. Это проще может быть, более понятный термин. У больного может возникнуть конъюнктивит, у больного могут возникнуть возможные увеличения лимфузлов, например, лимфатических, шейных, подчелюстных. То есть вот такие вот проявления возможные у пациентов. У больного возникает ринит, заложенность носа, затем ринорея у пациентов, то есть насморк. То есть есть такое понятие, например, есть такой термин, он больше медицинский, рино, фаринга, конъюнктивальная лихорадка. То есть у больного ринит, фариньет, то есть горло болит. Конъюнктивит. И в это время вот такое сочетание, и ещё, кроме того, лихорадка. То есть вот такое сочетание даёт нам представление о том, что это, скорее всего, аденовирусная инфекция. Это я к тому, что можно ли отличить грипп от ОРВИ, или, положим, у больного возможен так называемый парагрипп, который включается в группу острых респиратурных вирусных инфекций. Парагрипп чем отличается? Кроме лихорадки у пациента пропадает волос, то есть поражается гортань, пропадает волос, и вот это является признаком, вероятным признаком, скажем, парагриппа. Ну, есть и другие, то есть можно их называть риновирусная инфекция. Риновирусная – это тогда, когда у пациента возникает насморк. Только насморк изолированный, причём с минимальной интоксикацией, или, может быть, умеренной, но чаще всего… Ну, это не абсолютный признак, но вероятный. То есть мы можем грипп отличить от ОРВИ, и всё-таки, возвращаясь к гриппу, это наиболее важная проблема. Грипп – заболевание, которое отличается по отношению… Он вообще на первом месте, может быть, в этой, так сказать, группе стоит, так называемых простудных заболеваний. Он отличается в некоторых случаях особой тяжестью течения. И вот эта особая тяжесть, она типична, характерна для пациентов с так называемых групп риска, вот если об этом поговорить. А вот группы риска, скажите, пожалуйста, какие могут быть? Ну, вот группы риска, есть такое определение, полярные возрастные группы. Это дети, дети в разных определениях, менее двух лет, менее года, ну, вот скажем, менее двух лет. Лица возрастные старше 60-65 лет, у которых есть проблемы с иммунным ответом. То есть обычно пациенты, которые, ну, более старшего возраста, эти пациенты обычно имеют какие-то сопутствующие заболевания, у них имеется иммунная депрессия, то есть иммунный ответ снижен. То есть вот они в группе риска. Дальше есть группа риска, такие, ну, например, пациенты с повышенного питания, с морбидным, так называемым, тяжелым ожирением. То есть вот эти пациенты. Вот особое внимание обращается, кстати, на беременных. Особое внимание обращается на пациентов, у которых и фоновым заболеванием является поражение легких, то есть респираторное, так называемое, заболевание дыхательной системы, например, поражение бронхов или хроническое обструктивное, скажем, бронхито у больных, или хобл, хроническое обструктивное болезнь легких, бронхиальная астма, или болезни сердца, сердечно-сосудистой системы, которые могут наложить отпечаток на тяжесть состояния, то есть определить тяжесть состояния или болезни, скажем, с поражением головного мозга, сосудов головного мозга, заболевание почек, снижение иммунитета в силу тех или иных причин. Ну, например, больной получает гормональные препараты, скажем, пренезалон, который снижает иммунитет, ну, по поводу какого-либо заболевания другого. И вот такой пациент я не все факторы перечислил, есть и другие, ну, вот основные я вам назвал. И вот, например, мы можем представить такую ситуацию. У больного имеется заболевание сердца, ну, так называемая ишемическая болезнь сердца. И если у этого пациента возникает грипп, то вот грипп у него может протекать тяжело в силу того, что ухудшается состояние его со стороны системы сердечно-сосудистой. То есть возникают разнообразные нарушения, либо, скажем, инфаркт миокарда, либо нарушение ритма, или какие-либо другие проявления. Вот на этих больных особое внимание надо обратить. И в разделе профилактики, в части профилактики, в части своевременной диагностики и в части своевременного эффективного лечения. Но вот осложнение у гриппа тоже действительно очень серьёзное, да? Да, осложнение очень серьёзное. В первую очередь осложнение связано с поражением дыхательных путей. То есть сердечно-лёгочное, скажем так, осложнение. В первую очередь лёгочное. то есть у больных возникает тяжелейшая пневмония, то есть это одно из тех состояний, которое может возникать при гриппе, может быть, о чем мы говорили, поражение сердечно-сосудистой системы, головного мозга, почек, ну и ряда других, вот на этот факт, так сказать, момент надо обращать внимание, и возникает обострение сопутствующих заболеваний, скажем, у больного был сахарный диабет, он, как правило, у больных, кстати, это тоже группа риска, декомпенсируется, и вот диабет тоже накладывает отпечаток на тяжесть состояния, именно вот эти больные должны, у них обращается внимание, пациентов в группах риска на то, что, так сказать, им необходимо проведение вакцинации, в первую очередь, им надо обращаться своевременно за медицинской помощью, им надо начинать своевременное лечение, то есть как можно раньше, то есть эффект лечения, он определяется сроками, то есть если лечение начинается в первые часы, сутки, ну хотя бы двое, результат будет один, если начинается лечение, скажем, на пятый день, когда уже развились осложнения, результат будет, в общем-то, полярный, то есть я здесь не звучаю краски, но, к сожалению, мы вот с этим встречаемся. – Скажите, пожалуйста, вот, наверное, это очень важный вопрос, помимо вакцинации, какая может быть профилактика? Что вот людям делают? Не все же вот отказываются от прививок, некоторые просто не успели, не услышали, еще что-то? – Профилактика, если так сказать, при контакте, ну, во-первых, здоровый образ жизни, есть такое понятие, здоровый образ жизни, которое включает, так сказать, оно многокомпонентное, ну, все мы знаем, да, что это такое, это отдельно, значит, и при контакте с больными, скажем, гриппом или РВИ, надо вот этот фактор учитывать, потому что в семье, среди знакомых могут быть ситуации, значит, ну, во-первых, сам пациент должен носить маску, и масочный режим, скажем, в семье, или вдруг это случается на работе, он должен соблюдаться, то есть маска является одним из эффективных средств защиты, менять ее только нужно чаще, мыть ее рук, кстати, ведь грипп может, гриппом или РВИ можно как заразиться не только воздушно-капельным, это наиболее частый, так сказать, вариант заражения, но и при контакте, при контакте, например, с какими-либо предметами, которые пользуются общими, ну, скажем, ручкой, между прочим, вот, телефоны, те же самые, сотовые, источник инфекции, то есть пациент, пусть он болеет, легкие формы гриппа, вот этот телефон он кому-либо передает, то есть, пожалуйста, от него можно заразиться, ну, естественно, предметы такие, как ложки, они же должны быть индивидуальны, столовые приборы, то есть, при пользовании, скажем, какими-то туалетными принадлежностями, если это общая ванна, вот этот момент надо учитывать, предметы вот эти все должны быть индивидуальны, так сказать, есть средства гены, они должны быть индивидуальны в этом случае, и, скажем, дома, в быту, в семье нужно обеспечить изоляцию пациента. Помимо маски, как можно защититься от воздушно-капельной передачи, вот, амазию некоторые предлагают мазать, смазать слизистую носу? Есть, ну, например, в средства профилактики включаются препараты энтерферонов, есть, например, такой, как грипферон, то есть, это контактный препарат, который вводится интерназально в виде капель, например, он достаточно эффективен, ну, для профилактики, и для, в случаях, в ранние сроки, в первые часы от начала заболевания, его для блокады, репликации или размножения вируса, его можно использовать, но в сочетании с другими препаратами, ну, вот, для профилактики, вот, в этом смысле он очень хорош, то есть, эти препараты можно использовать. Есть препараты такие, которые применяются для профилактики, например, иммуномодуляторы, которые являются индукторами или стимуляторами синтеза собственного или эндоенного энтерферона, то есть, они тоже могут использоваться. Владимир Александрович, спасибо большое, что пришли, вот, ответьте на вопросы. Будем надеяться, что грипп все-таки минует наш регион и пройдет стороной. Ну, вряд ли он минует. Ну, по крайней мере, чтобы последствия были хотя бы не такими серьезными. Ну да, мы должны быть готовы. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова